Здравствуйте, добро пожаловать на портал Невроза Мегаполиса. Меня зовут Алексей Красиков. Добро пожаловать. Продолжаем рубрику «Вопросы и ответы». Но сегодня я хотел бы посвятить небольшой ролик одной проблематике, которая часто встречается в вопросах как клиентов, так и тех, кто хотят стать клиентами. Это уровень расстройства, ошибки психотерапевта, те или иные успехи. И я хочу вам сказать важную штуку, о которой ранее не говорил, да и вообще в психотерапии практически не принято об этом говорить очень открыто. Но я скажу, поскольку я человек достаточно открытый. Значит, давайте обозначим это так. Вот у нас есть жалоба, как паническая атака и, допустим, агорофобия. Всем нам известно. И у нас есть жалоба по поводу, не схожу ли я с ума или еще что-то там подобное. Значит, давайте я построю сейчас лекцию таким образом. И вообще, из-за чего все, как бы, что было стимулом к этой теме. Часто в моей практике за последние три года я сталкиваюсь с тем, что жалобы, как бы, достаточно типичны. Допустим, паническая атака и агорофобия, страх уходить там одной на улицу. Но процесс терапии у всех идет по-разному, да? Почему кому-то помогают упражнения, он достаточно быстро с ними справляется, а кому-то не хватает полугода и года. Вот тут я хочу вам рассказать очень важный нюанс. Многие горе-специалисты, по тем или иным причинам специалисты, в большей степени непонятно по каким, но, наверное, так хочется, без проблем, знают только понимание панической атакы и агорофобии, в лучшем случае. Если человек жалуется на паническую атаку и на страх самостоятельно передвигаться, априори берется за основу знаний о панической атаке или агорофобии из тех или иных источников. Вот здесь проходит колоссальная ошибка, поэтому этот ролик во многом адресован специалистам и тем, кто себя специалистами не называет. Поэтому этот ролик больше адресован тем, кто себя специалистами не называет, кто работает практически и понимает, о чем я говорю. Потому что те, кто назвали себя специалистами, могут этот ролик не смотреть, потому что они специалисты и знают все, и умеют. Но те, кто себя специалистами не называет, посмотрите, может быть, что-то будет интересно. Возьмем для примера пациента А и пациента Б. Пациентка А жалуется на паническое расстройство, то бишь на пароксизмальные приступы тревоги, когда она остается одна дома, либо ей нужно куда-то одной пойти. Далеко от подъезда, от дома она выйти не может. Но ей становится значительно легче, если с ней рядом мама, например. Предположим. Если мама дома или мама с ней идет по улице. Мотивирует пациентка А тем, что мама вызовет скорую, или как-то ее отвлечет, или еще что-то. А за основу берется то, что у нее приступы, которые имеют кардиологическую, как ей кажется, причину, или неврологическую, она умирает, задыхается, или сердцем что-то случится. И вот мама должна по ее мнению ей помочь, что у нее инфаркты не случатся. И пациентка Б с абсолютно такими же жалобами, с абсолютно такой же картиной расстройства. Значит, смотрите. Процесс психотерапии был когнитивно-поведенческой психотерапией, где включался блок образования, и включался блок работы с мыслями, эмоциями, поведением. Ну, классическая КПТ-работа. Пациентка А справилась со своими паническими атаками и расширила круг агорофобии после второго месяца занятий. После четвертого месяца занятия она стала самостоятельно передвигаться и утратила симптоматику. На пятом-шестом месяце у нее оставалась небольшая тревога в разных ситуациях, которая потом была окончательно нивелирована на седьмом месяце ее жизни, после начала терапии. Пациентка Б искренне пробовала делать те или иные упражнения, но ей лучше не остановилось. Внимание, вопрос. Какая между ними разница? Одна и та же симптоматика, одна и та же картина. Все одно и то же, но результат разный. Психотерапевт был одинаковый. Система работы была одинакова. Результаты разные. Подумайте, в чем может быть разница? Разница в самом расстройстве. И многие специалисты не видят эту разницу. Если человек жалуется на паническую атаку или на агорофобию, это еще не значит, что мы вообще имеем дело с самой панической атакой и самой агорофобией. В структуре, да, правда, но по своей основе у нас есть разные пласты нарушений. Давайте я поясню, что я имею в виду. Когда мы имеем невротический пласт расстройства, это обратимо и это адекватно. Пациентка Б имела невротическую структуру. Это не значит, что пациентка Б имеет психотическую структуру. Нет, она абсолютно адекватна, абсолютно здорова. Просто там расстройство на уровне личности, на уровне личностного расстройства. Сейчас я покажу, что это такое. Пациентка А имеет классическое невротическое расстройство, диагноз которому тревожно-фобическое расстройство, в структуре которой входит кардиофобия и паническая атака. Соответственно, вся терапия ее заключалась в образовании, в когнитивно-поведенческой терапии, что и было достаточно успешно выполнено в рамках полугода, что достаточно классический случай. У этой пациентки не было личностных фиксаций с матерью, как с объектом отсутствия сепарации. То есть они с матерью были сепарированы, то есть индивидуализация состоялась как личности, она может жить без мамы чисто в индивидуальном формате, но ее ошибочное понимание панической атаки и панического приступа, ввиду ее отношений на работе, которые запустили все это, вызвало ошибочное понимание того, что у нее что-то не так с сердцем и сосудами. И естественно, единственный, кто мог ей помочь, это близкий человек. Поэтому она как бы маму притянула, потому что она ошибалась про инфаркт, ошибалась про инсульт, ошибалась про возможность умереть. Психотерапевт, ваш покорный слуга, объяснив ей это и натаскав ее на те или иные новые упражнения, дал ей прекрасно это понять, она сама это осознала, натренировалась, и ее невроз закончился в течение полугода. А вот пациентка Б, выполняя все то же самое, не получила должного результата. Почему? Потому что еще на уровне достаточно раннего возраста не произошла сепарация и индивидуация на уровне мамы и дочи. Они вот слились воедино, и так воедино и функционировали всегда. Мама и дочка не сепарировались друг от друга, дочь не стала индивидуальностью как личность. Соответственно, повзрослев, у этой девочки естественным образом актуализируется эта проблема. Естественным образом ей не помогает классическая КПТ, когнитивно-поведенческая теория и практика, потому что ее расстройство на уровне личных фиксаций с матерью. Это симбиотическая связь, которая не является панической атакой, не является агорафобией, дорогие специалисты. Это личностное расстройство, где есть особенные фиксации на уровне достаточно глубоком. Как Фрейд говорил, эти фиксации покоятся гораздо глубже обычного невроза. Это фиксация, сепарация, индивидуация, симбиотическая связь с матерью. То же самое может быть у сына и матери. То же самое может быть у дочери и отца или дочери и матери. Случаи бывают разные. Надо понимать, что стоит за жалобами пациента. Не лепите всем ПА и агорафобия. Будьте вы профессиональными. Смотрите, что за этим стоит. Если за этим стоит невротическая проблематика, связанная с обстоятельствами жизни, конечно, вы за полгода человека поправите быстро. Но если вы понимаете, что упражнения не дают должного результата на втором месяце, то вы уже прекрасно увидите, что имеет место быть фиксация гораздо более глубинная, которая потребует не когнитивно-поведенческих упражнений, а которая потребует гораздо больше аналитической работы, с большим осознанием, с привлечением, возможно, дополнительных, не фармакологических, а дополнительных семейных ресурсов. У меня были пациенты, которые, понимая, когда я понимал, что стоит за ее жалобами, я привлекал в занятия тех или иных членов семьи, потому что это было очень важно. И как раз привлечение дополнительных членов семьи давало замечательный результат. Бывает так, когда члены семьи не привлекаются. Ничего страшного. С этим можно работать. Вот, наверное, так вот я вам на пальцах, что ли, попытался объяснить разницу между уровнем расстройства. Соответственно, не путайте невротический и личностный пласт. Не путайте глубину фиксации. Хотя за всем за этим как бы стоит паническая атака, агорофобия. Ничего страшного нет. Люди от этого с ума не сходят. И, конечно, от невроза не умирают. Просто надо смотреть, что за этим стоит. Если это обычное невротическое незнание и тревожнофобическое, то, конечно, в рамках полугода это корректируется вполне неплохо. Но если это фиксационный, более глубокий процесс, то, конечно, классическая когнитивно-поведенческая терапия не даст результата. И, естественно, фармакология тоже. Какая фармакология сделает из этой клиентки индивидуальность? Из этой клиентки индивидуальность может сделать только ваша с ней работа, если вы будете правильно выстраивать ту или иную индивидуальность в клиенте. Поэтому, пожалуйста, не путайте эти разные виды работ и не затмевайте свой глаз словом ПА и вегетативные жалобы. Под вегетативными жалобами и под панической атакой и под агорофобией может скрываться более сложное состояние, более сложный личностно-фиксационный процесс. Я надеюсь, что вам стало более понятно, какие бывают случаи в как бы классических жалобах. Именно поэтому, отвечая на ваш вопрос, сколько мне потребуется времени, теперь вы понимаете, что сам по себе вопрос некорректный. Потому что я не знаю, что стоит за вашими паническими атаками и что стоит за вашей агорофобией или навязчивыми мыслями. Если за этим стоит классическая история незнания и классическая история невротического характера, то, может быть, вам потребуется месяц-4-5. Если за этим стоит гораздо более глубокие фиксации, может быть, вам потребуется полгода, может год. Не знаю. Очень индивидуально. Вот. Вот, наверное, что я хотел вам сказать для вашего образования на сегодня. Впереди еще много интересных таких миниатюр на важные темы. Пишите мне, что бы вы хотели более детально узнать. Буду рассказывать в таком вот формате. Спасибо. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok